Здравствуйте, Вячеслав Викторович! Здравствуйте! Сегодня все чаще слышны истерические возгласы со стороны Киева о том, что Россия бедная страна. То есть они уже поняли, что на глазах просто часть страны может потеряться, да, уйти в сторону. И они стараются запугать вот тем фактом, что в России все хуже. И поэтому мы решили к вам обратиться за комментарием, чтобы вы оценили с экономической точки зрения, провели анализ, а действительно ли в России хуже или может быть даже лучше. И в частности, если на референдуме 16 марта будет принято положительное решение, и Крым и Севастополь станут субъектами Российской Федерации, как это отразится на налоговой части бюджета этих субъектов? Группа экспертов по заданию Координационного совета провела анализ ситуации именно в экономической сфере Севастополя. В частности, по условиям функционирования бизнеса в случае успеха на референдуме. Вывод однозначный. Условия для севастопольского бизнеса улучшатся, в том числе в сфере налогообложения. По всем основным видам законов, условия Российской Федерации лучше, чем Украины. Ну, например, если НДС на Украине 20%, то в России 18%. Подоходный налог с физических лиц 15 и выше процентов на Украине, в России 13%. И так далее, и так далее, и так далее. То есть условия по социальному страхованию тоже. Размер отчислений на социальное страхование примерно на 20% ниже в Российской Федерации, чем в Украине. Это тоже очень существенная экономия для нашего севастопольского бизнеса. То есть с точки зрения налогообложения мы только выигрываем. Волнует прежде всего такую большую прослойку населения, как пенсионеров. Волнует вопрос пенсионного обеспечения. Насколько выгодным будет для бюджета каждой семьи пенсионеров, которые получают пенсию по возрасту, по выслуге лет. Насколько выгодным будет переход на получение пенсии в рублях и вообще в российской экономике? Тоже проведенный анализ показал, что условия пенсионного обеспечения в России существенно лучше, чем на Украине. Но если взять хотя бы размер средней пенсии, в России он примерно в два раза, ну почти в два раза выше, чем на Украине. Это очень существенно для наших пенсионеров будет, рост пенсии. Более того, условия выхода на пенсию в России сохранились те же, которые были у нас раньше. И совсем не те, на которые нас толкает МВФ. То есть женщины 55 лет, мужчины 60 лет. С точки зрения видов пенсионного обеспечения, структура российского пенсионного обеспечения похожа на структуру украинского пенсионного обеспечения. То есть все основные виды пенсии, те, которые есть на Украине, есть и в России. Конечно, есть какие-то отличия в определенных моментах. Но, подчеркиваю, возраст раньше, сумма выше. И более того, предполагается переходный период для того, чтобы переход на пенсионное обеспечение по российским стандартам произошел плавно. Несколько месяцев нужно на то, чтобы наши органы пересчитали пенсии всех наших пенсионеров по российскому законодательству. И предполагается, что по мере завершения этой работы, поэтапно определенные категории пенсионеров будут переходить на российские более высокие пенсии. Вот, кстати, переходный период, он ведь и в налогообложении должен присутствовать. И, насколько я понимаю, Координационный совет подготовил свои предложения по тому, сколько он должен занимать для налоговой нагрузки изменения. Да, конечно, бухгалтера, предприятия должны считать теперь налоги по-новому, и к этому надо приспособиться. Более того, достаточно сложная экономическая ситуация в связи с политической неопределенностью, она где-то даже рвет экономические связи, где-то затрудняет кооперацию. Вот, бизнес переживает в переходный период сложные времена. И наше предложение заключается в том, и мы рассчитываем, что Российская Федерация его поддержит, чтобы нашему севастопольскому бизнесу были предоставлены, во-первых, налоговые каникулы сроком на три месяца. То есть, просто мы не будем три месяца платить налоги, в случае положительного решения на референдуме, естественно. А затем еще годовой период, кроме налоговых каникул, на бесштрафное уплаты налогов. То есть, понятно, что могут возникать какие-то технические ошибки из-за того, что люди не приспособились к новой системе. То есть, в это время, даже в случае, если будут такие ошибки, штрафы начисляться не будут, ошибки можно будет спокойно исправить и заплатить налоги правильные. Я хотел бы обратить внимание еще на один момент, кроме уровня налогов, очень важный момент, что российское законодательство дает гораздо большую свободу субъектам Российской Федерации, а таким субъектом, предполагается, станет Севастополь, в управлении размерами налогов. То есть, мы можем, мало того, что в целом ставки ниже, мы можем, имеем право еще и снижать для отдельных категорий наших налогоплательщиков бизнеса эти ставки. Существует еще такая форма, как патентная форма установления налогов. Тут практически все уже в руках местных органов власти. Это тоже очень удобно, это повышает степень нашей самостоятельности в принятии решений по нашему городу. Ну и создание, дает возможности создать лучшие условия для нашего бизнеса. Ну, конечно же, налоговые условия – это важно, но это не все. Если мы будем говорить о бизнесе, очень важно обратить внимание на то, что в случае, если мы станем субъектом Российской Федерации, у нас энергоносители будут предоставляться, так же, как и другим субъектам Российской Федерации по внутренним ценам. Это значительно удешевит себестоимость продукции наших предприятий, повысит ее конкурентоспособность, даст возможность расширить объемы производства и для внутреннего потребления, и на экспорт. Следующее направление, которое нельзя не отметить, это то, что Россия давно заинтересована в использовании производственных мощностей наших предприятий, но сложные межправительственные отношения, вот, неготовность к вступлению в таможенный союз препятствовала загрузке этих наших предприятий. Все Севастопольцы знают, в каком плачевном состоянии наше судоремонтное предприятие, в то время как аналогичные предприятия России перегружены заказами. Уже прошли переговоры, и российская сторона подтвердила, что они готовы загрузить наши предприятия заказами. Это новые рабочие места, это доходы, это налоги в местный бюджет, это зарплата людей, вот, это очень здорово. Точно так же подтвердили заинтересованность в работе вертолетного завода, который в последнее время переживал очень тяжелую ситуацию, и в основном как раз из-за того, что были нарушены кооперационные связи с Российской Федерацией. Он тоже будет подниматься. Наши порты заработают с гораздо большей загрузкой, потому что тут две причины. Во-первых, база Черноморского флота сейчас будет использоваться более интенсивно, и, соответственно, обслуживать ее нужно будет, это большая загрузка будет портов. И вырастет грузооборот в связи с тем, что возрождаются мощности наших промышленных предприятий, и, разумеется, товарооборот тоже будет расти. Наши порты нацелены на серьезный рывок в развитии. Есть те направления, которые у нас не развивались, потому что Украина приоритетными ставила другие порты. Ну, например, перевалка зерна сконцентрирована в основном в Николаеве, в какой-то степени в Херсоне, в Одессе. Контейнерная перевалка в основном в Одессе. Сейчас мы можем развивать эти направления у нас. И предварительные консультации со специалистами портового хозяйства показали, что принципиально мы к этому готовы, нужны инвестиции. А инвестиции Россия готова дать. Кроме того, речь идет даже о возрождении науки в Севастополе, которая с советских времен практически только и делала, что показывала, скажем так, отрицательную динамику. Да, спасибо за подсказку. Действительно, Севастополь в советские времена был достаточно мощным центром научно-техническим приборостроения. Недаром у нас был не просто технический университет, у нас был именно приборостроительный университет. И именно в Севастополе возникла международная промышленная группа «Таврида Электрик», что говорит о высокой квалификации наших кадров. В Севастополе был мощный завод «Муссон», который занимался приборостроением. Кадры, ценные кадры у нас остались. На этой базе можно возродить производство и приборостроительное, и электротехническое. И такие задачи перед нами тоже ставятся. То есть есть потребность в этом производстве, будут заказы, есть возможность готовить специалистов. И это все может быть возрождено. Более того, есть некоторые новые производства, которых у нас никогда не было, но, тем не менее, при поддержке Российской Федерации мы их можем создать. Например, сборка троллейбусов. На нас с инициативой о создании такого производства вышел город Саратов, где производятся троллейбусы в Российской Федерации. Они готовы нам передать свои технологии и организовать здесь предприятие, которое могло бы заниматься этим производством. Как экономист, согласны ли Вы с утверждением, что экономика Украины в данном этапе развития напоминает тонущий корабль? И вот чем раньше от него отсоединиться, тем выгоднее будет для нас с тем, чтобы не попасть в этот кризис вместе с Украиной. Да, Украина долгое время переживает экономический кризис. И если она присоединится к Европе, которая тоже сейчас далеко не в лучшей ситуации, то скорее следует ждать того, что Европа будет закрывать украинские предприятия, которые могут составить конкуренцию европейским предприятиям, чем открывать перед ними ворота в Европу. На второй вариант, надеяться, как-то не приходится. А уж предприятиям Юга и Востока Украины тут понятно, что светит радужных перспектив еще меньше. Россия же заинтересована в наших производственных мощностях, в нашем кадровом потенциале. Нас могут загрузить заказами. И здесь действительно вы правы. Чем скорее мы отойдем от этого тонущего корабля, тем успешнее будет развиваться наша экономика. Вопрос, который беспокоит сегодня многих крымчан, что будет с банковской сферой, потому что сейчас мы фактически являемся частью экономической системы Украины. Как будет происходить вот это перепрофилирование, что будет со вкладами, с депозитами, что будет с кредитами для населения. Все эти вопросы волнуют каждого человека, который хоть раз имел отношение вообще с банком. Как можете вы обнадежить людей в этом плане? По поводу банковской системы можно сказать следующее. Конечно, это очень сложный механизм, который легко разрушить. И мы видели в последнее время, что даже элементарные сбои в работе связи или в подвозе наличных приводили к легкой панике, в том числе и среди нашего достаточно устойчивого севастопольского населения. Конечно, ситуация непростая, но я хочу сказать, что панике поддаваться не стоит. То есть, такие ситуации, когда банковская система переходит из одной юрисдикции в другую, бывают. И в этом случае, как правило, происходит следующим образом. Некоторое время банки работают параллельно с одной и с другой валютой. В принципе, мы и сейчас можем получать деньги в рублях, менять рубли на гривну. Никто этому не препятствует. Основная расчетная валюта у нас сейчас гривна. Перейти на рубль, как основную расчетную валюту, это вопрос буквально одного дня. Это особой сложности не вызывает. Технически сложно произвести перерегистрацию банковской системы, отделений, филиалов банков, которые сейчас являются элементами украинской структуры, станут элементами российской. Но и тут уже есть готовое решение. То есть, те банки украинские, которые захотят здесь сохранять свое присутствие, они достаточно легко, с точки зрения закона, могут переоформить свои филиальные сети, как дочерние банки. Для этого они должны выделить часть своего капитала и провести регистрацию банка в Центральном банке Российской Федерации. Те же банки, которые решат, что им это не нужно, они по, опять же, отлаженной процедуре могут продать свои отделения, филиалы или сети отделений другим банкам, которым интересно здесь работать. И я скажу, что многие российские банки уже проявляют интерес к тому, чтобы купить здесь готовые сети. При покупке филиалов и сетей, опять же, по законодательству как России, так и Украины, обязательства переходят вместе с активами. То есть, кредиты, если вы, допустим, были в банке А, а теперь в банке Б, то кредиты вы будете выплачивать банку Б вместо банка А. И точно так же за депозиты будет отвечать новый банк, и он будет возвращать эти деньги. То есть, законодательно эта ситуация достаточно понятна. Как это осуществится технически? Да, будет какой-то переходный период, несколько месяцев. Понятно, что процедуру перерегистрации и передачи активов за один день не сделаешь, требуется инвентаризация, требуется подписание соглашений, в конце концов, элементарная торговля между банками-покупателями и банками-продавцами. Это все займет какое-то время. Но однозначно можно сказать, что ситуация эта будет под контролем, что мы не позволим, скажем так, украсть деньги наших севастопольских вкладчиков. Мы будем за этим следить. Трудно сказать, какие будут курсы, потому что гривна падает. Это вопрос как бы глобальный, по которому трудно давать какие-то тут гарантии и обещания. Но понятно, что в целом банковская система достаточно может спокойно перейти из одной юрисдикции в другую, в соответствии с законодательством и одной и другой стороны. Такой интересный момент. Вот сейчас на фоне таких волнений, связанных с оттоком средств из банков, то есть население забирает депозиты, и банки теперь предлагают вернуть любыми путями, любыми способами эти деньги обратно на сбережения, и предлагают ставки вплоть до 28%, что вообще неслыханная, наверное, роскошь по старым временам. А вот если сравнивать не сейчас, а период более спокойный, допустим, там несколько месяцев назад, сравнивать стоимость кредитов для населения и условия в России и на Украине, вот с кредитованием населения, насколько разница была велика, и была ли она вообще? Разница была, и разница была существенная. Ставки кредитования в Российской Федерации существенно ниже. Если украинский бизнес в гривне кредитовался где-то на уровне 20-28% в этом диапазоне, то российский бизнес в рублях кредитовался в диапазоне 10-18%. То есть, ну, можете себе представить разницу. А потребительские кредиты? Ну, потребительские кредиты, соответственно, дороже и там, и там. Но соотношение тоже сохраняется? Ну, примерно такое же соотношение, то есть где-то в полтора-два раза дешевле ресурсы в России. Вот, возможностей там больше, потенциал больше. Ну, конечно, взять хотя бы такой показатель, как золотовалютные резервы Национального банка Украины и Центрального банка России. Если золотовалютные резервы Центрального банка России составляют примерно 500 миллиардов долларов в эквиваленте долларовом, ну, сейчас конкретно 493, то украинские в 30 раз меньше, в 30 с лишним раз меньше. Сейчас около 15 миллиардов. А в лучшие времена было 30 с небольшим хвостиком. Понятно, что потенциал российской банковской системы на порядок больше, чем потенциал украинской банковской системы. И, конечно, мы там будем себя чувствовать спокойнее, увереннее. Чем больше система, тем она устойчивее. Конечно. И последний вопрос о вашей рекомендации людям, севастопольцам, которые в ожидании вот таких больших перемен, думают, что же им делать, как поступить со своими сбережениями, на что рассчитывать. Ваши рекомендации, вот к чему стоит готовиться и как себя вести? Ну что, прежде всего, сохранять спокойствие. Конечно, какой-то объем наличных денег желательно иметь под рукой. Вот, это первое. Второе. Понятно, что иностранная валюта, как я к ней плохо не отношусь, там, евро, доллары, ну и рубли пока еще иностранная валюта, она лучше и устойчивее, чем гривна. Хотя, последние дни гривна демонстрирует определенную тенденцию к укреплению. Я не вижу экономического резона досрочно разрывать депозиты. Ну и, конечно, надо быть осторожными. В некоторых банках сейчас возникла достаточно большая напряженность у тех людей, которые активно пользовались потребительским кредитованием, через кредитные карточки, привыкли к этому и забывают о том, что кредитные карточки – это такая опасная штука. Можно увлечься и попасть под большие проценты. Я всегда рекомендовал быть с этим осторожнее. Надо понимать, сколько ты денег берешь в банке и сколько ты за это будешь платить. И если есть возможность избежать вот таких расходов, за которыми трудно уследить, конечно, лучше их избежать, особенно в такой сложной ситуации. Но, возвращаясь к началу, все-таки досрочно разрывать депозиты, я считаю, нецелесообразно. И не надо сильно переживать. Вопросы с банковской системой будут решены. Благодарю вас за квалифицированное разъяснение. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова